Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова предполагаем что это так должно быть плюс 2 законопроект сейчас рассматриваем концепцию законопроекта о промышленной политике тоже закона такого нет у нас республики а что он даст а это развитие промышленности до 30 года нам сегодня не стоит ли дать больше возможностей предприятию не давить их прогнозными показателями не работает это мы тоже как бы предполагаем что это должно быть и и в том же самом законопроекте о промышленной политики то что я сказал сегодня в могилевской области два крупных предприятия от которых очень многое зависит от белшина и могилев химволокно я вам скажу скажу больше про могилев химволок но на сегодняшний день по полиэфирной продукции предприятие загружено на сто процентов поэтому ближайшие ближайшие то что я надеюсь и уверенным мы выполним это реализацию первого этапа строительство полиэфирного комплекса срок ввода это следующего 1 июля что позволит конечно увеличить объемы производства полиэфирного волокна по белшине там один проект это производство крупногабаритных шин да ну есть проблемы есть проблемы с аккредитованности основная проблема наших предприятий сегодня как раз таки за кредитована скажите вот законы могут помочь сегодня предприятиям стать на он я понимаю что взять все досписать это проще всего конечно это неверно законы на сегодняшний день они есть они действуют здесь уже здесь зависит от политики только то которая сама предприятие выбрала поэтому сейчас уже опять возвращаясь к могилю химволок но по реализации второго этапа там же четко просматривают где брать деньги как отдать да где взять деньги как как их отдать и нужна ли там помощь правительства ну и банковые все остальное но ваша основная работа это все-таки законы которые бы работали и работали эффективно правильно да да поэтому мы есть такая правоприменительность практика именно законов и вот когда посещали могилев химволок но я уже говорил мы нам докладывали о законе промышленной безопасности который тоже был принят 15 как он работа как он работает на предприятии если какие-то скажем ну недочеты до произошла определенная ломка системы после принятия закона но все это стоялось сейчас работают нормально вам нравится работа над законом нравится у нас сформировалась хороший коллектив комиссии у нас 12 12 депутатов с разных регионов к сожалению опытом работы да и по всем струк по всем сферам но у нас нет энергетика поэтому это доверили мне так как я был главным инженером ну вот я отвечаю сейчас законопроект об электроэнергетике мне желаю вашей комиссии успеха потому что от вас очень многое зависит спасибо за интервью спасибо